Игра в кальмара Хван Дон Хёк придумал основную идею сериала, основываясь на собственных финансовых проблемах в молодости А также на классовом неравенстве в Южной Корее Хотя первоначальный сценарий был написан ещё в 2008 году, Хвану не удавалось найти продюсера для развития проекта Пока в 2019 году компания Netflix не заинтересовалась им в рамках своей стратегии по расширению производства сериалов на иностранных языках Сериал удостоился преимущественно положительных отзывов Критики хвалили актёрскую игру, оригинальность идеи, визуальный стиль, музыку и тематику После премьеры Игра в кальмара возглавила список самых популярных сериалов Netflix в 90 странах мира Генеральный директор Netflix сказал, что Игра в кальмара стала самым популярным шоу в истории стримингового сервиса Не переживай о деньгах, ладно? Хван Дон Хёк открыто критикует капиталистическое общество, где люди буквально готовы умереть за деньги И пойти на убийство Если через месяц не вернёшь долг, я заберу твою почку Метафоры в сериале максимально прозрачны И нам сразу дают понять, что хоть мир игры и похож на огромную детскую площадку Всё, что на ней происходит, всего лишь проекция реальности В которой люди идут на преступления ради денег каждый день Более того, игра в кальмара отразила общие настроения в Южной Корее, да и во всём мире Когда при тотальном росте цен и безработице, люди в бесконечной гонке за выживание ищут лёгкий и быстрый способ заработать деньги Я зарабатываю от 100 тысяч в день благодаря сайту казино-говно.ком Что снято? По конвертам, которые предлагает загадочный незнакомец метро Добрый вечер Можно понять, что герои сами выбирают, кем стать Участником или охранником Каким цветом будете играть? Если персонаж выбирает синий, то становится игроком Если красный — одним из надзирателей У нас осталось совсем мало мест Каждый игрок получает загадочную карточку с номером телефона на обратной стороне Производственная команда допустила ошибку Удалив первые три цифры номера вместо каких-либо других Для корейских телефонных номеров, если ввести последние восемь цифр без кода города Звонок всё равно может соединиться, если абонент находится в том же районе В результате владелица настоящего телефонного номера безостановочно получает нежелательные сообщения и звонки Иногда с вопросами, можно ли сыграть в реальную версию игры Проблема в том, что она не может изменить свой номер, потому что он связан с её бизнесом Нетфликс и продюсерская компания объявили, что они перемонтируют сцены и удалят номер телефона Алё Да-да Ну как там с деньгами? Куда ты звонишь? Тебе звоню Общежитие, в котором расположили всех участников, было спроектировано таким образом, чтобы оно создавало впечатление склада Это было сделано, чтобы подчеркнуть тот факт, что к людям относятся как к вещам Слушай, а ловко ты это придумал? Я даже вначале не понял Молодец На протяжении всего сериала можно найти аккуратные подсказки, которые намекают нам, что игрок номер один выделяется среди других и не так прост, как может показаться Давайте запустим счётчик подсказок и посмотрим, сколько мне удалось их насчитать Для начала, он сильно отличается по возрасту от других участников игры Погоди, на чём я остановился? Кукла из игры «Красный свет, зелёный свет» на самом деле принадлежит деревне, провинции Чхун-Чхон-Богдо Вы можете увидеть её у входа в музей конных экипажей Начнём игру Половина участников игры погибает, а старик проходит испытание улыбаясь и не испытывая никакого чувства страха Мой доктор говорит, что это полезно Во время сканирования участников на предмет каких-либо признаков движения можно увидеть зелёное свечение над каждым человеком Но когда оно сканирует игрока 001, контур вокруг него не такой чёткий, как у остальных Это может означать, что кукла запрограммирована избегать выстрелов в него За пределами Южной Кореи Netflix не вкладывал значительных средств в продвижение сериала Его популярность была обусловлена в основном вирусным распространением в социальных сетях Привлечь международную аудиторию помогла языковая локализация сериала Субтитрами на 37 языках и дубляжом на 34 Режиссёр сериала Хван Дон Хёк так объяснил его популярность Людей привлекает ирония того, что отчаявшиеся взрослые рискуют жизнями, чтобы сыграть в детские игры Игры простые и лёгкие, поэтому зрители могут сфокусировать своё внимание на каждом персонаже, а не на сложных правилах игры Разнообразие персонажей игры в Кальмара, представляющих различные слои низшего и среднего классов общества Также способствует привлечению зрителей к просмотру, поскольку многие могут проявить сочувствие к одному или нескольким персонажам Всего 255 игроков выбыли во время первой игры Когда выбывает один игрок, размер приза увеличивается на 100 миллионов вон В рублях это 6 миллионов 100 тысяч Если мы пройдём все 6 игр, сколько денег мы получим? 45,6 миллиарда В рублях эта сумма – 2 миллиарда 836 миллионов Вауааааааааа! На одном из интервью режиссёр Хванд Дон Хёк объяснил выбор одежды для сотрудников игры Сначала я хотел одеть рабочие костюмы Boy Scout, но он слишком хорошо подчёркивал фигуры мужчин Это не делало их похожими на муравьёв в муравейники Им нужно было прикрыть всё тело И лучшим вариантом, чтобы сохранить их анонимность, был комбинезон с капюшоном, дополненный маской на лицо. Различные фигуры на масках рабочих также помогают прояснить, какие сотрудники выполняют ту или иную работу. Квадраты — это офицеры, им подчиняются треугольники и круги. Треугольники, в свою очередь, являются солдатами, которые вооружены и приводят в исполнение смертные приговоры. А круги — это рабочие, занимающиеся уборкой и утилизацией. Добро пожаловать на вторую игру. Игровые площадки были сделаны в огромных масштабах. Почему тут всё такое громадное? Чтобы показать людям, что они кажутся очень большими, когда ты ребёнок. Кто что выберет? Ильнам выбирает звезду и отвергает предложение Кихуна поменяться. Не хотите звезду? Или поменяемся? Да нет, звезда подойдёт. Хотя звезда и не самая простая фигурка для вырезания, но он прекрасно понимает, что это гораздо быстрее и проще, чем справиться с зонтиком. Получилось, я всё. Али, роль которого сыграл Анупам Трипати, стал для многих одним из любимых персонажей в игре в Кальмара. Его бескорыстие и преданность... Есть хочешь? Бери, угощаю. ...противоречат кровожадной природе игры. Первоначально эта роль предназначалась филиппинскому актёру Карла Акина. Во время съёмок он не смог въехать в Корею из-за ограничений на поездки в связи с COVID-19. Закрой баишку и бери яйцо. Полуночная драка между игроками приводит к нескольким смертям и ранениям, но прекращается только в тот момент, когда старик забирается на верхнюю койку и просит закончить этот беспредел. Народ, прекратите! На одном из интервью арт-директора игры в Кальмара Чегенсон спросили, что означает гроб в подарочной упаковке. Мы сосредоточились на уме человека, который придумал игру. Он думает, что дал участникам шанс, как будто он бог. Это мой подарок вам, шанс улучшить вашу жизнь. Даже ваши тела, брошенные в мусорожигательную печь, это проявление моей милости. Я рад приветствовать всех вас на третьей игре. Сегодня играем в перетягивание каната. Старик точно знал, как победить перетягивание каната. И это может быть связано не только с его собственной детской тактикой. В юности мы обожали перетягивание каната. Для съемки сцены с перетягиванием каната использовалась специальная машина для перетягивания с другой стороны веревки. Это делало игру действительно сложной и утомительной. Поделились своим впечатлением актеры. В Южной Корее популярность игры в Кальмара вынудила интернет-провайдера подать в суд Сеула иск против Netflix с требованием оплатить расходы, связанные с увеличением сетевого трафика и работ по техническому обслуживанию. Так, трафик Netflix, который обрабатывается провайдером, с мая 2018 года по сентябрь 2021 вырос в 24 раза, до 1,2 триллиона бит в секунду. Благодаря успеху нескольких корейских сериалов Netflix, включая игру в Кальмара и Охотник за дезертирами. Найдите его. Страница участника номер один отсутствует в общем файле с отчетностью за 2020 год. Это самая большая подсказка о том, что старик что-то скрывает. Хванин Хо. Перед игрой... Четвертая игра начинается. ...сех просит разбиться на пары. Ильнам не пытается ни с кем объединиться. При нечетном количестве игроков одному пары не достанется. Позже мы узнаем, что тот, кто останется один, вовсе не выбывает, а спокойно возвращается обратно в бункер, даже не сыграв в игру. Старик, очевидно, знает про это правило. И тихонько себе сидит один в углу, надеясь, что его никто не выберет. Сопляк, ёбан. Первоначально игра в Кальмара задумывалась в качестве фильма, но было решено сделать проект сериалом. Поэтому режиссер добавил некоторых персонажей. Например, Хван Джун Хо, которого не было в начальной задумке. А Джи Йон изначально был парнем. Зачем ты это сделала? После того, как Ильнам проигрывает Кихуну в шарике, приходят охранники и приставляют пистолет к его голове. Когда Кихун уходит, мы слышим выстрел. Но не видим, как Ильнам умирает. Более того, не слышно звука падения тела на землю. Учитывая, что игра в Кальмара не пытается избежать ужаса кровавой расправы, это немного настораживает. Совпадение? Не думаю. В вип-зале модели представлены в виде живых статуй, покрытых краской для тела. Одна ютуберша, которой предложили роль статуи, от которой она отказалась, рассказала, сколько денег она бы заработала. Помимо оплаченного проживания и питания, ей предложили 4300 долларов за три дня работы. Добро пожаловать на пятую игру. Декорации для игры в стеклянные классики находились на высоте более 1 метра над землей. Это заставило актеров по-настоящему испугаться. Благодаря сериалу и тысячам мемов, актеры игры в Кальмара моментально стали звездами. На модель Хо Ян Чон, которая сыграла одну из главных ролей, за три недели подписались больше 15 миллионов человек. Теперь она самая популярная южнокорейская актриса в инстаграме. Кто ты такой? В восьмой серии мы узнаем, кто скрывается за маской фронтмена. Это Пропавший брат полицейского Чун Хо. Ранее нам показали, что Чун Хо находит в офисе игры в Кальмара файл, подтверждающий, что Ин Хо был предыдущим победителем игр. Он участвовал в них за несколько лет до событий сериала. Поэтому местонахождение Ин Хо все время оставалось загадкой для Чун Хо и других. Если второй сезон игры в Кальмара увидит свет, то, по словам режиссера, он будет раскрывать историю фронтмена. Ильхо, почему? В последней серии мы узнаем, кто создатель этой безумной игры. Им оказался безобидный больной старичок Ильнам, также известный как игрок номер один. Старик объясняет, что он и его богатые друзья создали эти игры в качестве развлечения. «Нужно было что-то придумать. Забавы ради». В предыдущих испытаниях, а они проводятся уже далеко не первый год, он был зрителем, смешивался с VIP-гостями и делал ставки на игроков. Но из-за того, что опухоль в мозгу не оставила ему ни единого шанса на выживание, Ильнам решил побыть участником, чтобы получить последнее удовольствие перед смертью. Также, одной из подсказок было его имя, но это понял бы только знаток корейского, Ильнам в переводе на русский «Первый человек». Поначалу можно подумать, что номер ему дали исходя из имени, но тут есть скрытый смысл. Он в буквальном смысле был первым человеком, создавшим эту игру. Вероятно, мы вновь увидим Сун Кихуна в следующем сезоне. Об этом не говорится прямо, но создатели сериала намекают нам на такую возможность. Правда, не в роли участника, а в качестве надзирателя. Не зря же он выбрал такой необычный цвет волос. И я не забуду того, что вы натворили. Ставь лайк, обязательно подписывайся и нажимай на колокольчик. А сейчас тебе на выбор два интересных видоса. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok